Девушки отдыхают А кошек вообще не одной Из таковых можно назвать разве что Кирана Нашего главного героя И по сути на этом все, расчет кошатих у нас окончен И тогда получается то, что После того, как мы уже пройдем эту игру Эти пещеры должны будут стать его собственностью И он обязан будет жить здесь до конца своих дней А может быть еще вместе со своей семьей И тогда это будет домом еще и для его детей И внуков, и правнуков, и других поколений И все они вместе будут жить С теми же искрами Ямами, в которые будут наверняка все падать И другими прелестями жизни В общем, желаем им всего самого наилучшего в таком случае Приятного времяпровождения, что называется Не, ну если серьезно Это, конечно, косяк перевода такой Потому что ослови catwalk вообще нет на самом деле Никакой связи с кошачьими Вообще-то это слово переводится с английского Как подиум или узкий мостик Ну а в данном контексте это, скорее всего, будет Как какой-нибудь соединительный туннель, я не знаю Или что-нибудь еще в этом роде Если тут уже меч магии все вспоминать Потому что эта локация, я вам напомню, приведет нас в последний замок Ну, надеюсь, мою идею вы поняли Продолжаем мы с того же самого места, на котором мы в прошлый раз закончили Как говорил один мудрый человек в свое время Сохранились мы там, где и сохранились Да, именно так все и было Как видите, мы тут уже много чего прошли Хороший у нас заметился прогресс Мы даже в прошлой серии успели получить Первый ключик для последней двери Желтый И для ее открытия нам потребуется найти Всего лишь один последний Который будет находиться уже во втором пути Первый мы еще не до конца закончили Нам тут остается только одна секция К тому же далеко не обязательно Так что при желании его вполне можно приигнорить Обычно спидранчики так и делают Но я бы вам все-таки советовал его пройти Если вы никуда не торопитесь Потому что там ничего такого прям сложного нет И это будет стоить того Вы получите очень приятный бонус, если там все пройдет Скоро уже туда пойдем А пока что я бы хотел вам рассказать О нашем склинании, которое мы совсем недавно получили Это Туман Рока Как-то так оно у нас выглядит на первом уровне Это у нас самое мощное разрушительное заклинание в этой игре То есть я думаю вы заметили Вылетает два таких вот призрака На самом деле немного комичных На первом уровне это конечно выносит не так много урона А на втором это заклинание будет чуточку страшнее Потому что, как видите, из-под земли вылетает уже такой дух Который будет скорее всего наших противников уже душить Это будет согласитесь не очень приятно Но как бы это странно ни звучало По отношению цена-качество Рука судьбы это заклинание будет даже уделывать А все почему Позвольте я вам доглядно продемонстрирую на следующей таблице То есть, как видите, на втором и третьем уровнях При одинаково цене Рука судьбы выносит даже больше урона, чем Туман Рока А на четвертом уровне Пускай рука судьбы будет чуть послабее То есть 120 магии И 175 единиц урона Туман Рока Когда поднимается на 30 единиц магии Выносит только на 25 дамага больше Я даже не знаю, стоит ли это того Но я так полагаю, что Туман Рока действует на большинство противников А вот в случае с рукой судьбы У некоторых противников к этому заклинанию имеется иммунитет Так что делайте для себя выводы Какое заклинание подойдет вам больше И пользуйтесь ими благоразумно Но что касается нас Мы, скорее всего, этими заклинаниями вряд ли будем пользоваться Особенно на четвертом уровне Потому что сейчас у нашего котика Максимум 74 единицы магии У Баката 63 У Полсона 67 То есть максимум сейчас именно у Кирана И даже если он получит еще 3 магических уровня На котором он выбьет максимум 25 единиц То есть в общей сумме это получается 75 Если еще наши 74 это получается 149 Да, это уже на одну единицу меньше, чем Туман Рока Хотя руку судьбы мы колдовать уже можем И я так полагаю уже на шестом Ну и скорее всего для того, чтобы я смог показать вам вообще все заклинания по этой игре Мне бы пришлось выбирать такого персонажа, как Акшел Который как минимум на каждом уровне получает 25 единиц магии Как максимум 37 И уже на пятом магическом уровне он бы мог колдовать эти оба заклинания Как нефиг делать Ну впрочем, ладно, давайте больше не будем о грустном А все-таки продолжим Зарядим нашу лампу, чтобы вам было посветлее И продвигаемся вперед уже в следующую секцию Достаточно интересную Но, как я уже говорил, да Она далеко не обязательна для прохождения И прежде чем мы будем здесь что-то делать Давайте-ка зайдем внутрь эту комнату И прочитаем одну записку Которая находится вот на такой вот интересном Точнее, такой вот интересной ниши Берем ее в руки, читаем И она нам говорит следующее Активизируйте и выключите Да, что бы то ни значило Ну вот казалось бы, нам надо будет всего лишь нажать на эту кнопочку И выключить Но в итоге ничего не происходит На самом деле, это машина под названием дубликатор И нам нужно будет ее как-то зарядить И как только она у нас окажется заряженная Тогда сюда можно будет положить какой-нибудь предмет И раз за игру его можно будет размножить То есть это работает только Да, один раз за игру Ложите сюда любой понравившийся вам предмет И появляется вторая его копия Но, к сожалению, с другими предметами Тогда такого покут не пройдет Лучше будет выбирать ваш предмет аккуратнее Какого вы хотите размножить больше всего То есть это может оказаться Самая мощная вещь по игре Справедливость Либо самый мощный арбалет Валькирия Но я лучше выберу какой-то другой предмет А какой именно, вы скоро узнаете Пока что давайте отправляться дальше Сейчас мы будем эту машину заряжать каким-то образом Каким-то макаром И что нам потребуется сделать? Она может будет загонять искры Которые здесь будут постоянно появляться В какие-то уникальные секции Они у нас будут выглядеть как-то так вот То есть, как видите, две таких вот тинек-точки Которые будут, видимо, генерировать ток Да, и как говорит Боката Ой, как страшно Хаус-шокинг То есть такая вот игра софт получается А вот они, кстати говоря, и сами искры Которые уже нам тут вперед выдвигаются Но, к сожалению, нам тут уже больше некуда двигаться Они нас тут зажали в уголы, скорее всего Если сейчас Боката не убьет их разрядами То я тут уже буду обречен Но, к счастью, у нас решение все-таки найдется И оно заключается в нашей темной перчатке Верите в это или нет У нее, оказывается, есть одно уникальное свойство Она позволяет не только там открывать двери На которых имеется подобное Там как-то назвать Углубление Она также может отталкивать противника назад То есть оно колдует такое заклинание Как руку судьбы на первом уровне То есть вот, как видите, вылетает такая вот рука магическая Которая обе искры отталкивает назад И мы сможем пройти дальше Да, и вот каким-то таким образом Вы эти искры будете сюда и заманивать Заталкивать, если уж быть точнее Правда, как видите, есть вот такая неприятная особенность То, что если вы сразу вперед не пройдете То искры сразу к нам начинают выходить Это не очень приятно Так, и какую из них лучше будет убить? Ну давайте-ка лучше вот от этой избавимся Который мне тут явно мешает А эту мы сейчас будем загонять тогда Все Скоро одно поле мы зарядим И, как вы уже могли заметить, понише Нам потребуется зарядить еще три таких поля То есть, как-то так у нас выглядит уже одно заряженное И если кому интересно, то да Эти искры можно будет по-прежнему бить И я вам это могу продемонстрировать Ну, заряд первого ступени их не убьет Так что можете не бояться Я просто показал вам то, что Они по-прежнему являются противниками Которые только Будут бездействовать И у них просто там остается один кадр и занимаются атаки Чтобы показать то, что поле у нас работает Так, ну сейчас мы будем заманивать уже следующую искру Искру И я так полагаю, то что их тут уже две От одной давайте-ка лучше сбавимся Ну пока там у Баката есть магия А вот с этой сейчас мы будем работать Так, и надо бы, наверное, Кирана подлечить А то у него что-то как-то Проблемы по здоровью начали наблюдаться Так, ну вроде все дело правильно Все Летит правильное положение Так, ну и теперь давайте заманивать ее Уже в следующую секцию Все, вот как видите, вторая у нас зарядилась И нам теперь остается только последняя искорка Которая будет летать где-то Ну, где-то рядом, по идее Вот она наша секция Рядом с нашей дверью находится И вот она, наша искорка летит Уже легка на помине, что называется Так, заманим ее сюда вот Да, и как видите, никаких проблем у нас тут совершенно не наблюдается Тут у нас единственная неприятность такая-то в том, что Нам тут еще одна будет вылетать Видимо, сзади нас находится И нам нужно будет с ней как-то разобраться Ну, в честь у меня способ все-таки найдется И я могу с ней справиться даже без магии Прошуте, как? С помощью разрядного жезла Опять же, ребят, верите в это или нет? Оказывается, у этого жезла есть одно уникальное свойство Его можно будет надеть на руку С другими жезлами такое не работает Я уже проверял И в этом случае у жезла появляются бесконечные заряды То есть это, получается, будет ваша самая мощная оружие по игре Именно его я буду сейчас разнажать И тогда, получается, я смогу одеть оба таких жезла на Бокату И это позволит ему не только быстрее убивать противников Но еще и быстрее поднимать магические уровни Хотя, это мне не так интересно Но вот Быстрее убивать противников, это, конечно, топ Так что давайте-ка сейчас мы оденем это замес на нашу Халибард И сейчас вы увидите, как Бокату у нас будет Так вот, дважды колдовать Наверное, вы никогда по игре такое не увидите Подобное зрелище Ну, в общем, давайте сначала мы выйдем А потом уже наколдуем Да, я думаю, вы заметили то, что Один раз я этот жезл проколдовал на той же искре Сейчас вот колдую Уже в третий раз получается И жезлы у меня по-прежнему остаются Хотя у них оставался только Один или два заряда Уже, если честно, не помню То есть, да У жезлов действительно появляются бесконечные Правда, у них тут есть одна такая неприятная особенность Потому что, мол, мне не будут колдовать родом на ступени Так что они далеко не всегда будут четвертой Ну, а сейчас уже все Мы начинаем понемногу уже уходить из этого первого пути И сейчас у нас начинается очень-очень длинный коридор Так что у тех, у кого клаустрофобия Скорее всю эту локацию проходить не стоит Иначе вас в конце встретит какой-нибудь зубных Санта-Клаус Да, опять же, надо было Делать такую тупую шуточку про клаустрофобию Сокрою слов В этом весь септ Но давайте больше не будем об этом А все-таки продолжим идти Да, как вы уже заметили Мы уже вернулись обратно Через одну секретную дверь Если кому интересно, у нас тут никаких секретных секций не было Просто какой-то длинный коридор, который вел нас обратно А здесь у нас находится один секрет Да, видите, у нас тут такая кнопочка находится На которой мы нажимаем И мы получаем целебную мазь Так себе бонус, конечно Но забрать ее все-таки стоит Потому что, да, в чубы нет Дополнительное лечение никогда для нас лишним не будет Так, ну а теперь мы идем наверх Выбираем второй путь Так, и на нас тут уже вылетает искорка Которая жить, как вы понимаете, осталась недолго Она у нас умирает всего лишь там с одного заряда Техне С одного прокаста Двух молний И сейчас на нас пойдут рыцари Которым также не повезет Ну вот если бы у меня сейчас не было этих Жазлов молний То подобная встреча достала бы мне проблема Потому что, вот допустим, хотите убить искру И вы колдуете разряд четвертой ступени Вы попадаете по рыцарю А если вы хотите убить сначала рыцаря Там, бьете его обычными атаками Попадаете по искре Которая в итоге урона никакого не получает Да, опять же, такой закон полностью получается Ну а сейчас, как видите Я запросто с ними вообще безо всяких проблем разбираюсь Теперь давайте лучше отдохнем Причем дальше пойдем А то там у нашего котика начали возникать какие-то проблемы По идее, дальше мне уже искры встречаться не будут Одни только рыцари Так что у нас тут ничего сложного совершенно не будет Я с собой противниками никогда не считал А вот сейчас они будут выноситься вообще на изи С нашими жезлами Мы сейчас будем прямо как Люси могущие, я не знаю Молними там во всех шмалять Или как полицейские с двумя электрошокерами сразу ходить Вороться с преступностью Ой, эти рыцари являются И, как я думаю, вы заметили Основная сложность этой секции заключается в том Что у нас тут повсюду будут находиться Платформы, которые будут крутить нашу команду на одном месте Хотя на самом деле здесь есть еще одна сложность И она будет заключаться в этих секретных стенах Верите в это или нет На самом деле эти секретные стены у нас односторонние То есть тут вам только через одну из них пройти Как вас обратно уже не пустят Так что некоторые из них вас будут отводить обратно-назад В саду из них будет находиться даже телепорт, который вас обратно вернет Так что я здесь буду проходить, к сожалению, далеко не все Я буду проходить только по тому пути, который нас приведет Под самый конец А именно мы идем вот сюда вот, по идее Да Здесь у нас находится тот самый излополучный телепорт Если кому интересно Который я, естественно, заходить не буду Я уже говорил, куда он приведет Так, а вот к нам уже рыцари начинают выходить Давайте сначала избавимся от этого чувачка Потом подождем еще вот этих двоих Или даже троих, тогда же еще лучше Так, уже четвертый выходит Наверное, тоже стоило его подождать Так, и теперь идем сюда Ну, нас разворачивает, конечно, далеко не в то место Но вообще-то надо будет идти Вот сюда, как вы понимаете Потому что это нас просто вернет обратно Так, и здесь у нас целая толпа рыцарей, как вы понимаете Да, очень удачно так вот Я выстрелил сразу по четырем Тут у нас еще двое Ну и эта секция уже будет заметно проще У нас тут из противников опять же будут только рыцари И основная служба здесь будет, пожалуй, только В чем? В дверях, которые будут открываться с помощью наживных плит То есть наступайте на плиту Дверь у нас открывается Наступайте еще раз, закрывается То есть на самом деле ничего сложного Но таких дверей здесь будет очень много И они больше вносят путаницы в голову игрока Чтобы вызвать у него, видимо, седро поиска глубинного смысла То, что эти наживные плиты делают что-то еще Но на самом деле ничего сложного здесь нет И, возможно, мне даже не стоит проходить эту локацию до конца Потому что мне все, что надо будет сделать, это просто идти в самый низ И именно там и будет находиться мой ключ, который я ищу На самом деле для того, чтобы его получить, мне потребуется еще один Голубой, который упадает с одного из рыцарей Да, голубой ключ, который у рыцаря Видимо, нестандартной ориентации Да, уже вторая тупашу точка цепта за одну серию Это, наверное, прям рекорд Не припомню, чтобы я раньше когда-то таким увлекался Хотя, возможно, вам будет виднее Но давайте больше не будем об этом Нас тут между тем окружают сразу два рыцаря Которые сейчас уже получат по балде В своих доспехах Я думаю, вы сами понимаете, что металл это очень хороший электрический проводник Так что рыцарям вылетает очень хороший урон Да и к тому же, они всего лишь только хп Так что они в любом случае обречены Так, а здесь уже, по идее, будет выходить выход из этой локации Нам сюда явно не надо Давайте-ка сначала откроем карту, посмотрим, куда нам надо будет идти Ну и давайте, наверное, сначала сходим Проверим, что находится вот здесь Ну, просто какая-то дверь, которая открывается Так, дальше что еще может быть интересного? Ах да, я же здесь еще не был Ну, открываем Наверное, лампу придется подзарядить Так, и побежали вперед Так, ну да, здесь мы уже точно были Уже вижу по этому отпечатку крови Здесь тоже Так, и еще один рыцарь Рысарь Так, да, значит, теперь мы идем вниз, по идее Еще один Так, погодите, по идее Та сама секция, которая уже приведет нас к концу, находится вот здесь Или Та дверь тоже нас приведет, уже точно не помню Так, ну, по идее, какого-то одного из этих рыцарей уже должен будет выпасть нам ключ Так что сюда пошел, по идее, даже не зря Так что давайте мы сначала от этих избавимся Так, вот, кстати говоря, тот самый ключ Голубой И я там видел еще одного, который куда-то в другую сторону пошел Вот она, кстати говоря, та сама дверь, о которой я говорил Ну, а дальше я пока что идти не буду Потому что мне надо будет идти Вот сюда Нажимаем на эту кнопочку Заходим внутрь И здесь у нас находится судок, который открывается с помощью голубого ключа Находим здесь боевой топор-мастер Который, как видите, поднимает мне уровень горы на одну единицу Как раз то, что мне нужно для того, чтобы самый крутой судок в этой игре открыть На него я и рассчитывал Флакон масла Резерв банана Еще один Маленький ключ, то, что мне надо И сфера хранитель Что эта сфера делает? Она вызывает какое-то уникальное заклинание Которое вы сами получить никак не сможете Вылетает какой-то меч, который всех ваших противников рубит Выносит где-то 200 дамага И, в общем, да Предмет это на самом деле очень крутой И такими просто так разбрасываться не стоит Это уже в случае, если вы столкнетесь с каким-то очень приятным энкаунтером Ну а так это все Как видите, я всю секцию доисследовал Хотя, как я думаю, вы видите С этой я еще закончил не до конца Но тут уже, сами понимаете Ничего такого прям интересного не будет Потому что это будет просто продолжение вот этого пути Так что мы можем отсюда уже спокойно выходить Просто доисследовать этот коридор И выходим вот сюда Теперь нам надо будет вставлять сюда наши ключи Сюда подходит маленький А здесь подойдет уже желтый Так, и прежде чем мы пойдем дальше Давайте-ка лучше отдохнем Потому что, как вы понимаете Дальше у нас уже начинается последняя по игре локация Да, ребят Готовьтесь к самому эпичному приключению Нашей жизни Заходим вперед И смотрим вступительный мультик Как видите, у нас тут разговаривают Два представителя каких-то высших крас Такие летающие бошки у нас называются Ноулы От слова knowledge, знания А это зебы Которые чем-то напоминают Типичным представителям металлогии Лавкрафта Согласитесь Такие вот слизни У которых тут рот посередине Два глаза, щупальца Все как полагается Ну да, это у нас летающие бошки Как и в любой другой уважающей себя старой RPG Если вспомнить те же старые части мечей магии То там подобные противники встречались чуть ли не на каждом шагу Да, и что они нам говорят Нам нужно будет выбрать какую-то одну из этих двух сторон Потому что они постоянно о чем-то спорят Кто из них тут на самом деле круче Были избраны мы, то что мы должны как-то экспорт разрешить И вот они нам обещают Каждый из них какую-то свою награду Вот Нола нам обещает Большое богатство А зебы нам пообещали звание лорда И в случае, если мы выбираем какую-то одну из этих двух сторон К сожалению, этот конфликт мы никак не обойдем То другие уже становятся напротивниками Мы обязаны их убивать И наши союзники в таком случае Наградят нас каким-то своим бонусом Если мы выбираем сторону Нолов То они нам подарят Ну конечно, кое-какие крутые вещи Ну что самое главное, магические уровни для всех персонажей А эти нам подарят Вроде бы как второй меч справедливости И еще один уровень воина для всех персонажей Так что выбирайте, что вам будет больше по туше Но я бы вам уровень воина выбирать не советовал бы Потому что я уже неоднократно говорил Если у вас здоровье будет пересекать порог 128 единиц То уже начинается проблема с приполнением чисел Потому что заклинание лечения там третьей или четвертой ступени Начинает некорректно работать Вообще, знаете, вот этот конфликт Мне очень сильно напоминает Один великий спор на одном из моих стримов Между такими замечательными личностями Как Цезарь и Приправыч Которые спорили о том, что лучше Вареники или пельмени И я так полагаю, что Вот эти у нас будут за вареники И это у нас Приправыч на самом деле А это у нас Цезарь и он за пельмешки Хотя, если честно, я уже не помню, кто из них за что был Ну, вроде бы как Приправыч был за вареники Ну и тогда что получается Вареники или пельмени Приправыч или Цезарь Ну что, Цезарь, я выбираю тебя Заходим в этот телепорт И сейчас мы попадаем в последнюю локацию И знакомьтесь, ребят Это музыка из последнего данжо Будет такая прям нарастающая эпичность Уже сразу будете чувствовать то, что вы попали Такой вот эпичный Злобный замок Где уже игра Престает с вами шутить И это будет наше последнее в этой игре приключение К сожалению, на этом и наша игра уже заканчивается На таких вот Красных, чуть ли не адских стенах Да, эта локация у нас пока что называется Подземелье Пока что мы даже в самом замке не находимся А у самого замка будет, по-моему, три этажа И там интерьер будет немного другой Но начинает обычно всегда вот с этого Ну и раз мы выбрались в сторону Волов, то нашими противниками здесь будут именно Зиобы Так что нам сейчас придется снимать броню У них имеется такая неприятная особенность Как эту броню съедать при атаке Правда тогда получается то, что я буду получать очень много дамаг от них Но от этого мы никуда не денемся Потому что перезагрузками мы обычно в этом прохождении не пользуемся Это явно не наш вариант И вот эти два разрядных жезла я тогда отдам дум другим персонажам Считайте, после этого Зиобы уже жить осталось недолго Так, и здесь я одеваю Секирю-Вдову Точнее, Алибарду Так, ну и какая у меня сейчас будет тактика То есть Бакат, если ему повезет, он выносит очень много дамага Остальные персонажи будут уже Зиобов добивать Хотя я тут уже в Несере проверял Для того, чтобы их убить, потребуется вроде бы как пять прокастов моей молнии Так, и что нам нужно будет сделать сейчас? Ну, как вы уже, наверное, догадались Нам сейчас придется искать по этому подземелью Зиобов Всех убивать Иначе тогда Ноула нас вознаграждать никак не будут И, по идее, первая такая встреча будет находиться вот здесь И, кстати говоря, только что получил бедный ключ Который мне пригодится для того, чтобы открыть царство Ноулов Чтобы я смог хотя бы с ними поговорить Вот, кстати говоря, они уже начали тут ко мне выходить И начали тут по мне выстреливать какими-то заклинаниями Они у нас выстреливают какими-то зелеными кристаллами Которого вы уже наверняка видели И, как ты уже говорил, да, лучше с ними тут надолго В увеличенном бою не связываться Они также умеют кидаться ядовитыми волоками Которые не такие уж и мощные А вот кристаллы они бьют уже всех персонажей Так что их уже стоит бояться Ну, в целом, они не такие уж и сильные противники Даже если у вас никаких жазов в собой не будет Как в моем случае Просто постоянно отходите назад и бьете Если вам повезет Ну и как-то так эта локация, в общем, проходит Если кому интересно, то здесь будет наконец уже царство Зиобов И нам для того, чтобы открыть, потребуется найти По-моему, золотой ключ Который мы найдем уже в верхней локации Так, ну на самом деле я тут всех подлечил зря Это просто мисклик Хотел третий уровень наколдовать Ну и, в общем, с этими товарищами я разобрался довольно просто Здесь у нас находится сундучок Который мы откроем С некоторыми проблемами, конечно И находим здесь щит рвача Джорджа Уже не помню, какой это будет по счету По-моему, уже второй Который мы надеваем на бокато Этот, я так полагаю, уже может и будет выбросить Потому что магазины нам тут никакие не встретятся Кольчуга-защитник Которая вроде бы как будет помощнее, чем гномия кольчуга Или калинианские латы И пусто Так, ну и теперь давайте отсюда уходить С этой секции мы уже закончили Так, куда отправимся дальше? Ну, наверное, давайте пойдем вниз Посмотрим, кто там может находиться Наверняка встретим тут еще какой-нибудь отряд Зиобов Или как бы они тут ни назывались Кстати говоря, я думаю, не помешало бы рассказать Также и о нолах Пока я тут хожу Какими особенностями они обладают У них на самом деле имеется унитет к молниям Верите в это или нет Так что их придется убивать Либо обычными оружиями Либо заклинаниями Лучше всего их убивать С помощью тумана рока Два паракаста второго уровня Их уже больше нет У них здоровья не так много Но у них имеются такие неприятные особенности Как колдовать в окнины шары на расстоянии А в лишнем бою они любят колдовать землетрясения Ну а сами по себе они противники куда более слабые Потому что даже без брони Они будут выносить по вам дамага Там где-то максимум 4 единицы То есть вообще куром на смех на самом деле Хотя, как ни странно, они тоже могут растворять броню Так что имейте это в виду Так, ну а в данный момент Я уже подошел к какому-то телепорту Который выведет нас уже обратно в кошачьи пещеры Или соединительный туннель И мы сможем как бы выбрать сторону еще раз Хотя на самом деле Эти телепорты будут переводить нас в другие секции А так союз у вас сохраняется Так что имейте это в виду Да, вот мы сейчас уже попадаем Само вверх этой локации Где мы сможем уже найти Золотой ключ И открытие царства Зиобов Ну а раз мы с ними в союзе не находимся То это нам будет ни к чему Там будет просто пустое место Хотя возможно его все-таки стоит посетить Потому что припоминаю только моменту Что где-то наверху будет находиться Одна очень неприятная секция Где Зиобов будут какое-то время генерироваться То есть возможно до какого-то определенного момента Возможно нам придется что-то делать Для того, чтобы их остановить Так, ну здесь мы находим Стальные браслеты для Кирана Эти мы выбрасываем Туз власти Хранитель Еще один И пусто И кстати говоря Я тут выяснил еще одну такую деталь То, что туз бесконечности На самом деле не лечит вашу команду Он просто обладает таким же функционалом Как резерв банана Маги полностью восстанавливает Ну я думаю то, что общее лечение было бы куда полезнее Согласитесь Да и к тому же сам по себе предмет был бы более уникальный Есть у нас тут также некоторые ловушки Потому что какое подземелье не обходится без ловушек Согласитесь Такое приличное К тому же это подземелье темной ведьмы Да и учитывая какие тут Запутанные подземелья То скорее всего Замок у Скотти Очень большой И такой прям массивный Так, ну здесь у нас похоже Ничего интересного нет Так, а здесь у нас начинается Секция БГ Будет очень много дверей По моей памяти Некоторых из них будут находиться в сундуке А в одной из них Мы сможем найти телепорт Который приведет нас В одно небольшое скопление противника Где могут быть Свебы Линолы В зависимости от того Кого вы выберете Ну в общем их убить придется обязательно Так, а здесь мы находим Какой-то бриллиант Скажу по небольшому секрету Пригодится вам уже на следующем этаже Так Ну давайте нажмем на этот приключатель Если что в этой секции противников не будет Так что Если вы хотите можете здесь отдыхать Вы здесь совершенно безопасности Так, открываем эту сундуку Открыть его не получилось И что у нас здесь Топор мясник Бесполезный Флакон масла Пусто Ам, окей Ну если честно То я даже не понимаю Зачем мне нужны флаконы масла Потому что подземелья они не нужны И тем более Они не понадобятся Уже в самом замке То есть Там уже На первом, втором Или третьем уровне Кстати Тут имеется такой один баг То что Как только вы пытаетесь Открыть этот сундук То по какой-то причине Активируется Телепорт Находящийся рядом с вами То есть Вот как видите Я сразу взял Телепорт Хотя в телепорт Я не заходил Ну давайте здесь отдохнем Раз уж мне предосталось Такое случай А то мало ли Мне придется сейчас лечиться Тут у нас будет В общей субе Четыре зеба В принципе Не такого что Сушный энкаунтер Будут и куда Более страшные Так вот Уже начинают Мне тут атаковать Или пытаться Сделать От одного Избавляемся Вроде бы Так и теперь У нас остается Последний По которому Выносим уже сразу 80 дамага Бокатой И убиваем Все с этим у нас Проблем не было Так что идем дальше Так ну я если честно Не знаю тут Что мне делает Эта надпись Может быть сейчас Уберется уже Хотя бы Так Еще двое Или трое Я даже если честно Не помню Кто тут уже заметил По моему третьего Так Давайте еще раз Пробьем молниями Боката что-то У нас попадать В этот раз не хочет Да и как видите У нас так же встречаются Еще такие желтенькие Вот они на мой взгляд Тут самые красивые И из него выпал Какой-то ключик Железный ключ Чуть позже его заберем А то я тут уже Начал с кем-то сражаться С его другом Красным По которому Боката Так же попадать не хочет И кстати говоря Для их убийства Может пригодиться Еще и следующий трюк То есть Ребят смотрите Вот так вот могу Манипулировать С его типом поведения Постоянно отходить там По боковым клеточкам И Боката Может его так вот Запросто и рубить Ну или там Другие персонажи У которых есть оружие Ближнего боя Так И этот ключик Мне понадобится Вот здесь Хотя его по идее Можно будет Просто отмычками Открыть То есть Секта на самом деле Не сложная И мы возвращаемся Обратно Так И где мы сейчас Сейчас мы находимся Вот здесь Окей Так А здесь нам понадобится Ключик Который мы получим Уже после того Как мы Завершим задание Одной из двух сторон На самом деле Если вы хотите Обойти этот конфиг Стороной Все таки Способ тут есть Можно будет Просто напасть На ваших союзников И как только Вы там всех победите То вы можете Забрать с собой И некоторые вещи И что самое главное Еще и ключ Так что Если вы не хотите С этим бороться То можете Сразу на них напасть И уже поскорее Сюда выбираться Обычно Спидранщик Так и делают Так Ну здесь мы находим С мострелой Лайна И большой шлем Нестер Который по моей памяти Не так уж и мощный Как наш имеющийся Что-то этот Нестер Меня огорчает Так И все Пусто И кстати говоря Вот этот переключатель По идее Должен будет Открыть В двух Достаточно интересную секцию То есть Вот как видите У нас тут имеются Какие-то ловушки Точнее Нажимные плиты Которые будут Эти ловушки активировать И учитывая то Что мне эти флаконы Масла больше не пригодятся То давайте-ка Их мы сюда и положим Хотя знаете что Давайте-ка лучше Мы сейчас Себя обезопасим То есть Эта дверь у нас Открывается Ложим сюда Флакончик масла И заходим Потому что Сейчас у нас По идее Активируется Ловушка с огненным шаром А мне на нее Снаете ли попадаться Как-то не очень хочется Теперь можно будет Открыть эту дверь Тогда вы сможете Хотя бы полюбоваться То как выглядят Эти огненные шары Да Да вот уже Думаю Увидите То что На шестой урон Пытался Вылететь Но Я все ловушки Здесь обезвредил Так И вроде бы Здесь особо Ничего интересного Не будет Хотя вот В этой комнате По идее Что-то будет Уже интересное Или нет Так Может быть здесь тогда Уж на этот раз Ты меня не разочаруешь Так А здесь у нас Находится Еще одна сфера хранителя Окей Ну наверное Все-таки стоило того Чтобы получить Еще один Какой-то мощный предмет Дамажущий Давайте отсюда Теперь выходить Флаконы масла Мне не пригодятся Хотя в принципе Я мог бы использовать Еще вот эти два предмета Которые я получил Сундука Вместе еще с шлемом И кстати говоря Шлем я по-моему Взял с собой Не так ли Или погодите Где он у меня Так Ну вроде бы Не надевал Что-то в инвентаре Я его не вижу Ну ладно Бог с ним Пускай где-то валяется А мы пойдем дальше Так Ну и получается То что с этой секции Мы уже вроде бы закончили Здесь я вам напомню Уже будет выход Из этой локации Уже на первый этаж Нашего замка А мы пойдем Наверное вот сюда И последуем То что находится Вот здесь Хотя по идее Здесь никаких противников Не водится Они в основном Водятся где-то Вот в этой части локации Так что имейте ввиду Здесь вы тоже будете Безопасности Так Ну здесь у нас тоже Все пусто Вылетела у нас только Что какая-то ловушка Из зеленых кристаллов И я так полагаю То что уже приближаясь Обратно в царство зиобов То куда мне Не стоит идти Так Ну раз уж я нахожусь Рядом с этими Секретными стенами То давайте-ка Мы вернемся обратно Посмотрим Что там находится Так А где у нас она находилась По идее Где-то вот здесь Ну да Здесь у нас пока что Ничего интересного не будет Кроме вот этой кнопочки Хотя погодите Я только что получил Вот эту беззеловую чашу Наверное стоило того К тому же четырехзарядную Так И где-то рядом Должна находиться еще одна Там будет еще несколько зиобов Так что Тут все-таки Какие-то секреты Надо находить Если вы хотите Это место полностью пройти Так Вроде бы как Эта стена находится Где-то вот здесь Если не ошибаюсь Хотя при чем мы туда пойдем Давайте-ка сначала Позаботимся Вот об этих парнях Потому что Сами понимаете Они мне тут могут мешаться А мне это явно не нужно Так С этим все А где его друг интересно Он где-то рядом должен находиться Они обычно тут по двое В одной кучке Но видимо Этот куда-то ушел Так Ну давайте возможно Тут еще немного побегаем Погодите Вот этот камень как раз вышел Зараза такая Здрасте Так Сразу бьем его молниями За такую Проказу И добиваем Все Вот как видите Какие такие зебы Простые противники Союз нула Мне наиболее Будет выгодны Для нас Хотя дамаг Они конечно Выносят очень Много Так С этим все А где его друг Интересно Так Ну это Так Какая уже Возвращение назад Кошачьи пещеры Куда мне тоже Не надо Так И что у нас Здесь еще один Офигеть Меня тут уже начали Кружать Служить Это неприятно Так Ну давайте В таком случае Мы лучше Перейдем сюда Куда-нибудь Где мы сможем Бить уже сразу Двоих И нас тут Окружать никто Не будет Соответственно Главное Чтобы меня тут Не зажали К телепорту А то мне придется Туда заходить И заново Эта локация Получается Проходить Так Ну давайте Наверное Куда-то Сюда Встанем Этого Еще разочек Ударим Попытаемся Так И теперь Молниями Бьем Так Еще разочек Возможно Стоит Кирена Подлечить К чубой Нет Чтобы он Смог Еще раз Ударить Все Отлично Это Минус Один Так И Остается Еще Один Так Сразу Убивает Мне тут Полсона Неприятное Для меня Известие Конечно Но мы Его сразу Поднимаем На ноги Воката Добивает И все Замечательно Теперь Мы можем Отдыхать Меня тут Беспеспокоить Никто Не должен Так Давайте Посмотрим На нашу Карту И узнаем Куда нам Идти дальше Ну давайте Наверное Пойдем Уже Куда-нибудь Вот сюда У нас тут Не похоже На то Что есть Какой-то Другой Выбор У нас тут Есть один Только Какой-то Коридор Так А здесь У нас Будет Находиться Уже Царство Наших Союзников По идее Где-то Близко Вроде Как Вот здесь Да Пойдемте Сюда Тут У нас Наши Противники Будут Поджидать Видимо Попытались Напасть На наши Летающие Бошки Так Минус Еще Один Ну с этим И проблемой Уже Было Заметно Меньше Как вы понимаете Теперь давайте Применять Наш Медный Ключ И Зайдем Ненадолго С нашими Союзниками Поговорим Узнаем Что они Нам Скажут Так Приветствую С ними Можно Можно Напасть В таком Случае Вы Можете Забрать Все Необходимы Вам Вещи Ну или Какую-то Их Часть Какие-то Предметы Возможно Теряются И Также Мы Можем С ними Немного Поговорить Мы Можем Узнать Информацию Со Скотти Например Типа Ее нечестилось Приказало Держать Заключенок В золах Над этим Местом Зеба Говорят То Что Скотти Точнее Как Заключенные Просто Иногда Падают Подземелье Сверху Откуда-то Так что Возможно Скотти Где-то Там Чудесно Эта Иллюзия Казалась Совершенно Реальной Верно Киран Эти чудики Просто Видение Красота Этого Места Завораживает Меня То есть Если вы будете Тыкать По каким-то местам Скажем Помоляющимся Зебам То будут Говорить То что Они якобы Не обращают На нас Внимание Огонь Там Неестественный То же самое Касается Лестницы Типа Она какая-то Нематериальная И из всего этого Дела Вывод о том Что Эти все Создания Они просто Создавали нам Тут иллюзии Чтобы мы им Тут помогли Решить конфликт Который якобы Длится Целые Столетия Или даже Тысячелетия Ну Надеюсь Мы видя его Поняли Я думаю Пока что На этом серии Может будет Закончить В следующем Мы будем Эту локацию Уже Допроходить И добивать Тут остатки Наших противников То бишь Зебов Я думаю Нам тут Осталось бегать Недолго И возможно В следующей серии Мы эту игру Будем понемножечку Допроходить Ну возможно Игра затенется Еще серии на две Я так полагаю Но посмотрим еще Пока что Эти выводы Делать рановато На этом все Мои дорогие друзья Надеюсь Серия вам понравилась И показалась информативной Решил тут соединить Серию вместе Со спецвыпуском Чтобы особо Тут не паруться В общем да Всем пока И удачи Хорошего дня И до скорой встречи В следующей серии По Lines of Lore Ждите